Сегодня готовим очень необычный, вкусный завтрак для всей семьи. Готовится все очень просто, а получается необыкновенно и божественно вкусно. Всем привет! Готовить будем быстро, чтобы вложиться в полчаса. И для начала, заранее с вечера отваренные 2 куриных яйца вкрутую нужно натереть на мелкую терку. Затем небольшой кусок твердого сыра тоже натираем на мелкую терку. Более подробный рецепт с описанием, сколько каких продуктов нужно читать в описании под видео. Далее берем небольшой кусок колбасы, либо бекона, либо любого отваренного мяса по вашему желанию. В моем случае сегодня будет колбаса. И ее нужно нарезать на маленькие-маленькие кубики. После этого берем половину одного помидора средних размеров и тоже стараемся нарезать его на маленькие кубики. Чем меньше у вас получится кубик из помидора, тем будет вкуснее. И еще нам понадобится 2-3 стручка зеленого лука. Его тоже нужно будет постараться измельчить. Дальше берем довольно-таки глубокую миску, будем замешивать тесто. В миску отправляем 200 мл кефира. В кефир вбиваем 2 куриных яйца. Добавляем небольшую щепотку соли. Берем венчик и все перемешиваем до однородного состояния. Затем в кефирно-яичную смесь добавляем 150 г муки. И опять-таки все хорошо перемешиваем, чтобы растворилась вся мука. А после того, как вы хорошо перемешали муку, в тарелку отправляем полностью все нарезанные и натертые наши продукты. Натертые яйца, натертый сыр, нарезанный кубиками помидор и измельченный зеленый лук, нарезанный на небольшие кубики колбасу. И, конечно же, после всего этого опять нужно все перемешать так, чтобы все продукты хорошо перемешались. Тесто должно получиться однородного состояния. Затем нам нужно взять сковородку, устанавливаем ее на плиту. Огонь на плите должен быть чуть ниже среднего. И вот так вот по одной ложке отправляем на сковородку. Делаем как будто бы оладьи. Не как будто бы, а у нас получается импровизированный, очень вкусный и необычный оладь. Смотрите, первую сковородку я пожарил с добавлением подсолнечного масла. Следующие остальные я обжаривал уже масло не добавляя. И как мне показалось, без подсолнечного масла они получились намного вкуснее. Обжариваем с каждой стороны где-то по минутке 2-3 и переворачиваем. Но следите за огнем, смотрите, чтобы вам ничего нигде не пригорело. И точно таким же образом делаем со всем остальным тестом. В итоге, затратив с утра максимум 30-40 минут, вот такая вот большая тарелка, вот таких вот вкусных, необычных оладьев по типу пиццы у вас получается. Такие оладьи хорошо подавать, когда они уже немножко остынут. С утра это будет очень вкусный и полезный завтрак. Чашку чая, либо кофе, вот такие вот оладьи со сметанкой. Ай-яй-яй, как вкусно! Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Не забудьте про колокольчик, чтобы не пропускать новые и простые рецепты. Ну а мы с вами, как всегда, встретимся в следующем ролике. Всем пока, всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok